Здравствуйте, дорогие подписчики! Поступила просьба поговорить о профессиональном выгорании. Что это за состояние, каковы его симптомы, механизмы, как его выявляют, ну и самое главное, что можно предпринять для того, чтобы, так сказать, минимизировать риски по его развитию. Я понимаю, что до меня уже немало толковых спикеров, в том числе и русскоговорящих спикеров, уже высказывалось по этой теме, но между тем, внимательно изучив материалы, я пришел к выводу, что мне все-таки есть, что добавить на этот счет, в частности, поскольку я живу в стране и работаю в учреждении, где этому нарушению уделяется особое внимание. Сразу хочу сказать, что я достаточно скептически отношусь к поиску такого универсального решения этой проблемы, и я надеюсь, что мне удастся в доступной форме пояснить свою позицию сегодня. Во-первых, хочу сказать, что это состояние с более чем 40-летней историей изучения, сам термин профессионального выгорания был введен в 1974 году американским психологом немецкого происхождения Герплутом Фройденбергером, который, работая в бесплатной клинике Нью-Йорка по лечению пациентов с зависимостями, обратил внимание на то, что у многих его коллег возникает и стремительно развивается характерная группа симптомов, таких как снижение мотивации, продуктивности, нарастающее физическое и психологическое истощение, головные боли, бессонница, и все это при том, что практически все они очень трепетно и с любовью относились к своей работе, и нужно сказать, что большинство из них работали в этом учреждении в качестве волонтеров. Фройденбергер также обнаружил эти симптомы и у себя, и посвятил свою жизнь изучению этого состояния, опубликовав несколько книг. Ну вот прошло более 40 лет, а дискуссии по поводу этого состояния так и не утихают. Можно сказать, что дискуссии эти в первую очередь касаются диагностической самостоятельности этого состояния, то есть чем оно отличается от группы тревожно-депрессивных расстройств, расстройств адаптации, так называемого синдрома хронической усталости. Ну и нужно сказать, что в различных странах существуют разные взгляды на данную категорию. Скажем, в DSM-5, в американской классификации психических расстройств, данное состояние вообще не приведено. В международной классификации болезни 10-го пересмотра, которая в настоящее время используется в России и в большинстве стран Европы, это состояние упоминается, но оно является не медицинским. Оно перечислено в контексте факторов, которые влияют на состояние здоровья населения. И, по всей видимости, там же оно и останется в следующей классификации 11-го пересмотра, которая скоро должна вступить в силу. Между тем, в некоторых странах, таких как, скажем, Швеция, Нидерланды, это отдельная нозологическая или диагностическая категория со своими нюансами диагностики и введения. Ну, еще раз подчеркну, что непрекращающиеся дискуссии, которые ведутся более чем 40 лет, касаются в первую очередь ведущих механизмов и самостоятельности данного нарушения и ни в коей мере не реальности этой проблемы, которая на сегодняшний день не ставится под сомнение ни клиницистами, ни исследователями, ни тем более руководителями компаний, которые давно поняли, что их компании несут огромные убытки из-за этой проблемы. Мы действительно видим, что с 70-х годов, в прошлое столетие, стремительно растет количество исследований профессионального выгорания. Речь идет прежде всего об изучении причины факторов риска, распространенности этого состояния, но также и биомаркеров данного состояния. Действительно, у лиц, страдающих профессиональным выгоранием, происходят определенные биологические изменения в организме, хорошо известно, что люди, у которых выявляется профессиональное выгорание, в большей степени склонны к хроническим инфекциям, в их крови выявляется повышение маркеров воспаления, различные другие характеристики, характерные для людей, которые находятся в состоянии хронического стресса, такие, скажем, как высокий уровень сахара, холестерина в крови. Меняются паттерны активности головного мозга. В первую очередь речь идет о механизмах контроля эмоций. Действительно, у людей с симптомами профессионального выгорания мы наблюдаем нарушения нормальной работы структур, которые вовлечены в процесс контроля эмоций. Речь идет прежде всего о префронтальной корее и такой структуре, как миндалина. Более того, у пациентов с выгоранием в этих областях обнаруживаются и структурные изменения. Хорошие новости состоят в том, что большая часть этих процессов является обратимыми. И было показано, что в ходе программы реабилитации, которая, помимо всего прочего, включает в себя 3 месяца психотерапии, происходит постепенная нормализация тех самых изменений коры и подкорковых структур. Несмотря на продолжающуюся дискуссию о структуре симптомов, большинству авторов все же сходится во мнении наличия трех основных компонентов выгорания. Истощение, когда просто-напросто нет никаких сил продолжать работу. Эмоциональная отрешенность и цинизм. В англоязычной литературе также можно встретить термин деперсонализация. Я его, честно говоря, не очень люблю, потому что он создает некоторую путаницу с кластером, который характерен для совершенно другой группы психических расстройств. Но так или иначе речь идет об эмоциональной отстраненности от работы коллег, пациентов или же клиентов, если речь идет о какой-то бизнес-сфере. Ну и третий компонент выгорания – это снижение продуктивности, когда, несмотря на любые предпринимаемые усилия, нет ощущения, что это хоть как-то влияет на результат. Очень часто эти три компонента создают своего рода порочные круги. Работник сталкивается с чрезвычайно высокой нагрузкой, не находит в себе сил с ней справиться, эмоционально отстраняется от работы, в результате чего, в свою очередь, стремительно падает и продуктивность этого работника. Затем он или она пытается этот спад компенсировать, взяв на себя еще больше обязательств, что, в свою очередь, запускает новый виток проблем, которые взаимно усиливают друг друга, постепенно ведя к катастрофе. Нужно сказать, что в развитии выгорания можно выделить две группы факторов, но, к сожалению, часто бывает так, что тот или иной спикер уделяет особое внимание одной группе, совершенно игнорируя другую. Так или иначе, мы четко знаем, что в развитии профессионального выгорания определенную роль играют демографические факторы, такие как молодой возраст, отсутствие партнера или бездетность, но также и определенные личностные факторы, такие как низкая самооценка, неуверенность в себе, высокая потребность в одобрении, карьеризм, перфекционизм. Конечно же, нельзя игнорировать и факторы работы, какая атмосфера создается на работе. Все это играет немаловажную роль в развитии профессионального выгорания. Нужно сказать, что психотерапия людей с профессиональным выгоранием не всегда является задачей тривиальной. Почему? Ну, потому что под фасадом упомянутых ранее симптомов и трудоголизма нередко скрываются более глубинные причины. Проблемы с восстановлением личных границ, дефицит доверительных отношений в семье, острое чувство неполноценности, ну и, наконец, так называемый голод по собственной полезности и незаменимости. Что имеется в виду? Нам хорошо известно, что профессиональное выгорание может происходить в самых разных специальностях. Офисные работники, спортсмены, да даже и работу-то, честно говоря, для этого не обязательно иметь. Симптомы выгорания можно обнаружить и у студентов. Между тем, особенно часто это состояние встречается в специальностях, которые так или иначе связаны с предоставлением помощи другим людям в условиях высоких социальных требований. Врачи, учителя, соцработники, активисты, сотрудники некоммерческих организаций. Почему это так? Это очень важный вопрос. Примещательно, что вводя термин «выгорание», его автор Фройденбергер использовал выражение своих пациентов, которые страдали зависимостями, и они именно этим словом описывали собственное состояние после длительного употребления наркотиков. И в этом есть своя правда. Мотивирующее влияние ощущение нужности и полезности работы абсолютно нормальное и гораздо хуже, когда это ощущение наброчь отсутствует. Но проблемы начинают возникать тогда, когда это чувство становится единственной мотивацией к работе, вытесняя все остальное. Хобби, семью, отношения с близкими, превращаясь в такое своего рода тотальное самопожертвование. И нужно сказать, что это очень тонкая грань, поскольку эти специальности действительно в определенном смысле связаны с самопожертвованием и, скажем, задачей психотерапии в таком случае нередко может являться работа над прояснением того, чем ты готов и не готов пожертвовать ради своей работы. Ну, конечно же, не все сводится к личностным факторам и психологическим проблемам. Опыт Швеции четко показывает, что медикализация профессионального выгорания вовсе не обязательно решает саму проблему. Когда в 2010 году в Швеции была введена соответствующая диагностическая категория, то количество пациентов, отправляющихся на больничные в связи с различными реакциями на стресс, стало стремительно расти и к 2019 году утроилось. И те, кому все-таки удалось выстоять длинную очередь и получить полагаемую по закону психотерапевтическую помощь, ловили себя на мысли о том, что они просто-напросто не хотят возвращаться на работу, где у работников нет контроля над происходящим, а в коллективе царит токсичная атмосфера. В связи с этим в последнее время крупные компании стали все больше уделять времени созданию благоприятной атмосферы на работе. Такой атмосферы, которая бы минимизировала внешние факторы профессионального выгорания. Речь идет о сокращении рабочих часов, тщательном отборе и скрининге персонала, вовлечении его в работу и принятие ключевых решений, создании доверительных отношений и так далее. Крупнейшими исследователями выгорания разработаны различные методики, предназначенные в первую очередь для руководителей, которые позволяют выявлять негативные факторы в коллективе и на основании этого создавать такие условия, которые минимизируют риски выгорания. Главный вывод, который сделала группа этих исследователей под руководством Кристины Маслович, заключается в том, что ведущим механизмом профессионального выгорания является не личность и не условие работы сами по себе, а скорее несоответствие этих двух компонентов. На основании опыта многолетних исследований ими было выделено 6 основных стратегических сфер, несоответствие по которым наиболее часто выявляется в случаях профессионального выгорания. Речь идет о нагрузке, контроле, поощрении, коллективе, справедливости и ценностях. Что здесь имеется в виду? Ну, прежде всего, это несоответствие той нагрузки, которую ожидает работник, тому, с чем ему или ей приходится непосредственно сталкиваться. Дефицит контроля над деятельностью, когда человек, для которого важна автономность, не чувствует, что ему предоставляется достаточно свободно, когда он чувствует себя скованным и не может реализовать свой потенциал. Недостаток поощрений, в том числе и низкие зарплаты, нарушение общности коллектива, такая токсичная атмосфера, когда, скажем, работник говорит, я не то, что не могу попросить о помощи, а просто-напросто не могу ни на что пожаловать, не могу даже устало вздохнуть, потому что даже это будет воспринято коллегами как проявление слабости, и меня просто-напросто заклюют. Отсутствие справедливости, когда, скажем, одним работником прощается все, любые опоздания, любые ошибки, в то время как другим коллегам за малейшие оплощности с них, грубо говоря, сдирают 7 шкур. Ну и, конечно, конфликты ценностей. О чем идет речь? Когда какие-то ценности, то, что является важным для работника, не соответствует тому, что является важным для компании и руководства. Такой простой пример. Наверное, экологически ориентированному человеку будет не очень комфортно работать в среднестатистической компании по добыче и переработке нефти, или, скажем, вегану в мясной промышленности. Ну и чем больше несоответствий выявляется в рабочей среде, тем выше риск выгорания. Ну и закончить свой, без того, затянувшийся монолог, я бы, пожалуй, хотел двумя мыслями. Существуют условия работы, которые способны сожрать абсолютно любого человека, и задача хорошего руководителя создать такую атмосферу в своем коллективе, когда каждый из участников может без страха просить о помощи, говорить о сложностях, чувствовать себя реализованным, оцененным по достоинству. Миреом величия лидера является не число людей, которые служат ему, а число людей, которым служит он сам, говорит нам Джон Максвелл в своей вдохновляющей книге «21 обязательное качество лидера». С этим трудно поспорить. Но, держа это в голове, я также позволю себе выразить менее популярную на сегодняшний день мысль. Всегда проще винить внешние факторы и обстоятельства, когда дело касается неудач и страданий. Порочное общество, тираничный начальник, токсичные коллеги. И действительно ужасно, что все это нередко является правдой. Между тем, никто иной, как мы сами принимаем решение давать последние силы работе, терпеть унижения, несправедливое отношение к себе. К сожалению, довольно часто трудоголизм и бегство в работу являются бегством от себя и социально примемлемым поводом просто-напросто не заниматься исследованием собственных психологических проблем. Да, полноценный сон, здоровое питание, спорт, практики медитации, майндфулнесс – это действительно эффективные способы совладания со стрессом. Они имеют хорошую доказательную базу и прекрасно встраиваются в структуру самой разной профилактики выгорания. Повышая внутренние ресурсы, эти шаги способны предотвратить усугубление состояния, помочь пережить трудный профессиональный период. Но если из раза в раз, из коллектива в коллектив, вы находите себя в ситуации с загнанной лошади, то, скорее всего, дело не только в вашей низкой устойчивости к стрессу. В таких случаях не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. В долгосрочной перспективе это сэкономит вам массу времени, сил, средств и вполне возможно поможет вам вырасти как человеку и лидеру, который бережно относится к своей команде. Большое спасибо за внимание, с вами был Александр Лебедев на канале Хаоса Кураборос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова